Сегодня в главном штабе КПРФ Тувы собрался актив партии, чтобы принять участие в семинаре-совещании региональных отделений по всей стране. Обсуждаться будут различные темы. Повестка сейчас достаточно активная. Это и прошедшая избирательная кампания, то, что сейчас происходит, внутренняя повестка, внешняя повестка. Первым выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он обозначил непростую тему встречи – война и мир. Я считаю, что сегодня мы обязаны максимально объединиться. Официально обратился ко всей стране. Все для фронта, все для победы с этим заявлением. Я надеюсь, что все внимательно изучили, прочитали. Это прямое обращение нашей партии и левопатриотических сил ко всем гражданам. И считаю, что мы обязаны выполнить свой священный долг, защищая нашу роль. Член фракции Юрий Афунин сообщил, что отделение партии КПРФ появится на Донбассе. В первую очередь в Луганской и Донецкой народных республиках. КПРФ – это сражающаяся партия. И несмотря на все наветы либеральных кругов, мы это доказываем в своей предметной работе. В том числе отправляя гуманитарные конвои, оздоравливая детей Донбасса здесь, на подмосковной земле. Но мы совершенно тоже четко и отчетливо понимаем, что для власти КПРФ свои идеологии – это главные занозы. Поэтому не прекращается давление. И ключевая задача, поставленная подседателем партии – это защита наших товарищей. Отдельно Афунин остановился на теме прошедших выборов. Он открыто раскритиковал действующую власть за использование в свою пользу новых технологий для достижения необходимых результатов. Трехдневного голосования, электронного голосования, значит, использование других технологий мобилизации достигло необходимого для нее результата. К сожалению, население не очень активно пошли на выборы в условия проведения специальной военной операции. Но, несмотря на все сложности, мы благодарны нашему партийному активу за проделанную работу. Нас, коммунистов, во власть не пускают. Это всем ясно. Последствия мы сегодня испытываем кругом и везде. Я думаю, нас еще впереди тяжелые ждут. Последствия от этого всего. Особое внимание было уделено поддержке Коммунистической партии Китая, как идеологического союзника, смотрящего с российскими коммунистами в одну сторону. Благодаря тому, что китайцы совмещают плановое развитие с рыночным, им удается достигать больших высот во всех сферах экономики и хозяйства. Это проповедует наша коммунистическая партия еще 1991 года. В следующие десятилетия и столетия Китай будет мировым лидером и на него будут равняться все государства на планете. Слово дали регионам. Тува отчиталась о проделанной работе за несколько месяцев. В частности, рассказала о своем прорыве на прошедших выборах. Время тяжелое, время непростое. Но в то же время я хочу поблагодарить каждого, кто сидит в этом зале, за то, что мы впервые с момента развала Советского Союза чуть-чуть нам не хватило набрать 12% на выборы в городской Хурал. Поэтому муниципалитеты некоторые наши коллеги прошли впервые за 30 лет Тувинской государственной республики. У нас есть муниципальные депутаты. Мы надеемся на то, что у нас в будущем ждут только вперед. Коммунисты работали и будут работать вдвойне, сильнее и больше, для того, чтобы наш простой народ, наша Россия, жил достойно. Спасибо. Спасибо. Мы насчитали 35 человек. Самая большая и дружная команда. Еще раз поаплодируем вам и пожелаем новых успехов. Спасибо большое. Продолжение следует...